Зенит больше как-то действует пока. Лукович с мячом. Денисов. По штрафную Зырянову. Зырянов. Удар! И Широков. Воспитанник клуба ЦСКА. Клубец. Прошел школу ЦСКА. Ох, Думбия как развернулся. И убежал. И хороший проход Думбия. Он нашел штрафную. Пас вдоль ворот. Это была передача на Вагнера. Но успел Мейера. Успел. Вот он у него был в клубе Москва. И потом даже когда ушел Служский. Выпал из основного состава. Но вот теперь мы снова в составе ЦСКА. Какой опасный момент. Удар! Малафеев разгадал сейчас. Но Думбия конечно должен был забивать. И Мамаев. И Щенников. Сейчас очень здорово отработали. Отключение на Бабкина. Хонда сделал передачу вовремя. Подача в одно касание. Удар Вагнера выше. Красивый момент. Ровно они сейчас заворачивали. Да нет, сейчас и посмотрите налево. Александр за... Ох, какой момент! Вагнер нету оффсайда. И удар, разворот. А как его прозевали, непонятно совершенно. Да уж. Свободная зона. Обыгрывает Хонду. Очень легко прошел Хонду. Еще дальше пас. Широков удар! И правильно делал сейчас. С носком пробил. Неожиданно было. Банул здесь Вагнер. Фернандо Мейру. Разбежались армейцы. Думбия скорость набирает Хонда. Ну, Мамаеву под удар. Нет, Хонда сам. Что-то не попадает по воротам. Мамаев показывает руками. Ну, вот же я. Футболисты. Они хорошие ребята. Ни в чем не виноваты. Играет как умеет. Думбия. Думбия с мячом. А вот сейчас запутался в своих финтах. В результате остановили его. Но ненадолго. И... Ну, а это как можно было не забить. Алан Загоев. Кажется, мяч попал в... Армейцы завершают тайм в атаке. Думбия удар. Перекладина. Ну, зачем так сильно было? Но красиво. Ну, удивительно. Мячи как будто... Не могут рассчитать. Вот сейчас Николаев должен был дать желтую карточку Мамаеву. Нельзя после свистка брать мяч в руки. Да еще игроку команды другой. Которая нарушила правила. Нет, а в саду Симака. Штрафной прострял. И гол! Алексей Ионов. Хором. Ну, как же Сергей Симак. Какую паузу выдержал. Казалось, что он может сделать, да? Никого не было из зенитовцев в штрафной площадке. И как легко набегал. И он вот точно в ногу. Вот. Это передача была из тафетной палочки. Помните, мы говорим? Да, но ключевое здесь легко набегал. Вот именно, что Ионов стартовал с легкости. Вот я говорил о скорости. Вот она, скорость Ионова. Вот Симак великолепно открылся. Смотрит, кому отдавать. И Ионов из-за спины. Как спринтер сейчас, да? Выскочил. И отправил мяч в ворок. 1-0. Но игра обостряется. Ну, исключительно по геометрии красивый пас, да? Как он рассчитал, все. Там ведь четыре игрока в белой форме было. Да, белые атаковали, а лазурные забили. У зенита лазурного цвета формы. 1-0. Алексей Ионов. Великолепный голевой пас Сергея Симака. Игрок нет. Да, финальный шесток. Зенит. Обладатель суперкубок. Зенит выигрывает суперкубок. В упорной борьбе, в острой борьбе. Зенит оказался мастеровитей на один забитый мяч. И забил его Алексей Ионов, вышедший на замену после великолепного паса Сергея Симака. Ну что ж, зрелище было замечательное. У нас должно быть и интервью, и вручение суперкубка. У нас Антон Галкин должен мне сейчас сообщить в эфире. Вон как с полетей. Счастливый с полетей. Смотрите, с полетей выиграл. Тот, правда, выиграл Лигу чемпионов. Зенит в нее не попал. Но Лигу Европы тоже, в общем, мы, наверное, зачтем в этом смысле. Ну и, собственно, вот она, зенитовская радость. Еще один трофей. Второй суперкубок в истории Зенита. Вообще, насколько я помню, чемпион проигрывал матч за суперкубок лишь однажды. Когда Рубин проиграл армейцам. Или там в дополнительное время голлнец. Ну, могу ошибаться, но, в общем, тенденция такая. Вот, это чаша из рук Сергея Фурсенко. А Александру Анюкову, капитану петербургского Зенита. Ну, сейчас, конечно, эта чаша пойдет по рукам. В отличие от трофея, который вручают за победу в Кубке России, собственно, непосредственно. Ну, Кубке здесь трудно что-то сломать. Мы помним, как, например, Локомотив крышечку повредил, да, празднуя в раздевалке завоевание трофея. Ну, мы, естественно, еще раз Зенит поздравляем. Да, игра получилась, может быть, разной в каждом из таймов. Но и зенитовский гол получился классным. И Зенит очень здорово отреагировал на первый тайм. И второй провел совершенно... Ну, вот сейчас только что нам Сергей Богданович тут показывает. Да, он смеется, будем надеяться, что все в порядке.